Здравствуйте! Бросить курить. Кому-то сложно это, а кому-то просто. Но бросить курить это еще не все. Нужен еще очень большой период, чтобы вывести никотин из организма. Уже через 7 секунд после первой сигаретной затяжки никотин достигает мозга. А период полувыведения никотина длится около 2 часов. Но у курящего полностью из организма он не выводится. Потому что как только концентрация никотина снижается, вновь человек тянется за следующей сигаретой. Никотин поступает в организм через легкие, но большая часть его всасывается в печени. Здесь он преобразуется в котинин, который остается в организме на 48 часов. Никотин и его побочные продукты накапливаются в организме. Многие ошибочно считают, что стоит бросить курить, и здоровье сразу же придет в норму. Но это не так. Если человек долго курил, к примеру, более 10 лет, то на полное очищение уйти может несколько лет, до 15 и больше, в зависимости от стажа курения. Никотин вырабатывается у нас и самим организмом, но в очень небольшом количестве. И необходим он нам для стимуляции дыхания. А доза никотина, поступающая при курении, в десятки и даже сотни раз превышает ту, которая нужна организму. Когда человек начинает курить, то собственная выработка этого вещества прекращается. А при отказе от курения синтез никотина возобновляется самим организмом уже дня через три. Поэтому физический человек уже может обходиться без сигарет. Но организм, привыкший к большим дозам, почти его не ощущает. Поэтому психозависимость остается еще некоторый период. Для очищения организма, если бросили курить, нужно питаться побольше витаминами, особенно с содержанием антиоксидантов. Они помогут смягчить последствия многолетнего курения. Как и при любой интоксикации, нужно пить побольше чистой воды, не менее двух литров. И она также будет помогать постепенно вымывать яды. Полезно заваривать травяные чаи, сборы. Включать в свой рацион питания молочные продукты. Заниматься спортом, ходить в баню, если она не противопоказана. Через полгода примерно у бросившего курить нормализуется кровообращение. Восстанавливается выработка желудочного сока. Ну а легкие очистятся от смол не ранее, чем года через два. Правильное питание при этом одна из основ выведения токсичных веществ. Стоит отказаться лучше от жирной и жареной пищи, от калорийной вообще еды, от сладостей. Ограничить потребление кофеина. Эти меры побыстрее позволят очистить организм. Также следует включить в свой рацион питания капусту белокочанную. Она полезна и свежая, и квашеная. Лимон. Он понижает общий уровень кислотности. Очень хороший антиоксидант. Очищает организм и улучшит состояние кожи бывшего курильщика. Морковь очень полезна. Гранат помогает очистить кровь от вредных веществ. Нормализует синтез новых кровяных клеток. Улучшает кровообращение. Приводит в тонус кровеносные сосуды. Имбирь также очень полезен. Он стимулирует очищение организма. Тоже улучшает тонус, эластичность сосудов. Нормализует кровообращение. Имбирь улучшает состояние сердечной мышцы. Является профилактикой сердечных заболеваний. Апельсин. Очень хорош тоже в рационе. Является источником витамина С. Детоксикация проходит при его потреблении быстрее. И клюква. Очень полезна клюква. Она успокаивает никотиновые рецепторы. Помогает легче пережить отказ от курения. Также помогает выводить токсины. Если соблюдать диету, питаться правильными овощами и фруктами, то можно в несколько раз быстрее очистить организм. А значит сохранить и улучшить здоровье. Будьте здоровы! Будьте здоровы! Будьте здоровы! Продолжение следует...